доброе утро дорогие друзья доброе утро из киева из киева я нахожусь в киеве и мы продолжаем изучать тору человека должно быть что-то постоянная константа кого что таково такое кого это на верите постоянное в жизни вот все меняется вот я думал буквально вчера да даже не вчера сегодня ночью до всем шалом шалом что жизнь очень такая на сегодня вот все как-то меняется и хочется хочется чего-то постоянного я думал что постоянно может быть можно постоянно остаться где-то в одном месте поселиться да я гавшат один шалом из харькова да я только что прочитал как раз поздравляю поздравляю не знают а ты мне скажешь можно всем говорили да значит еще раз двигаемся дальше значит что у человека должно быть что-то постоянно все меняется а есть свойство такое да у человека есть стремление к постоянству вот у меня даже да хотя я очень человек который люблю новое но вот это парадоксальная вещь что у человека есть и свойств и желание к постоянству да чтобы у него была там постоянные какие-то вещи в жизни да такое устойчивое что-то но когда постоянно все хочется нового когда у тебя слишком все новое хочется постоянного это два противоположных стремления и как раз вот мы можем у нас есть постоянно учить тору постоянно это тора это связь со всевышним постоянно это молитва тора и добрые дела все вот и постоянство одно постоянно одно и тоже проснулся шмай сраэль благословение моды они получил тору с 10 до 10 20 у меня даже есть идея такая шаббат была вот я пока не реализовал вот думаю может быть с божьей помощью и сделаем да написано что нужно учить тору в и гатаба юмам валайла нужно работать над торой юмам днем и ночью и было бы отлично у меня такая идея была сделать урок в 10 утра у нас есть 10 до 10 20 и вечером например с 10 до 10 10 может до 10 15 еще коротенький такой сделать урок торы что-нибудь такое перед сном я подумаю может какую-то книгу изучать чтобы сделать еще вечером такие уроки торы короткие чтобы спокойно так успокоиться и лечь спать в таком вот очень духовном состоянии да это было бы очень хорошо потому что надо же и утром и ночью изучать тору вот это постоянство теперь значит мы продолжаем изучать самую главную самое главное качество человека это его речь и мы продолжаем изучать законы злоязычия как не говорить злоязычия как не не попадать в ловушке злоязычие вот сейчас мы как раз находимся в главе где-то теми коротенькими кусочками разелик плистин объясняет с разных сторон еще раз объясняет грани вот этого вот очень серьезного такого преступления злоязычие это прям преступления преступления 31 пункт мы дошли слова такое он пишет высокомерие одной из основных причин злословия является высокомерие когда человек смотрит на других с высока то он с легкостью над ними насмехается более того высокомерный человек обычно зависли по отношению к тем кому сопутствует удача и поэтому будет отыскивать у них недостатки чтобы унизить их в глазах окружающих хорошо получается вот высокомерный человек такой что значит высокомерный это очень такая интересная само слово высокомерие она дает нам ключ высокомерный это он высоко меряет кого он высоко меряет он себя высоко меряет то есть он этот человек высоко меряет себя и из-за того что он сам высоко себя меряет ему кажется что другие вот не домерю они вот эти вот окружающие они как бы ну не не видят всего величия его его сущности и личности и он поэтому он высокомерный он такой да типа дурати какие все вокруг не видят какое прекрасные они должны видеть по его мнению вот и он из-за этого так как он их считает дураками ну там или как-то он их считает может быть очень кто-то считает других не очень умными кто-то не очень красивыми кто-то не очень добрыми кто-то не очень святыми это тоже высокомерие то есть человек один заходит такой в синагогу и говорит да все тут конечно не очень святые не дотягивают они до моего уровня святости а если он сам не очень святой тоже не может подумать про себя что он святой такое то он может по-другому подумать он думает я я не святой да но они-то что из себя святых корчат они-то тоже не святые и он начинает искать в них недостатки все это вот причины высокомерия теперь а как быть как бы я сегодня утром умывался и подумал такую вещь вот я стою умываюсь типа ну я молодец типа я умываюсь потом я подумал для того чтобы я умывался тысячи людей на протяжении последних ста лет работали думали создавали какую-то систему кранов кто-то краник придумал кто-то придумал как эту трубу провести кто-то то кто-то все то что я сейчас могу умываться это следствие такой цепочки событий ну там сотни сотни факторов были до того что сейчас я стою умываюсь до вода течет и по идее можно было бы быть благодарным этим людям и можно было бы понять насколько вот всевышний сделал этот мир и люди молодцы и всевышний классно так все постарался и в этот момент но нет нет вместо мыслим для а высокомерия человек понимает что реально все в этом мире подарок вот все что есть у каждого из нас это большой большой подарок и вместо ощущения недооцененности вместо ощущения недоделанности такой да или там недоделанности окружающих наоборот голова наполняется ощущением блок такой вот благодарности радости что какой у меня есть подарок вообще я живу и я этот подарок получил в принципе ни за что и как круто что у меня есть этот подарок то есть голова не может одновременно в вмещать чувство недоделанности чувство благодарности нет места то есть или ты благодарный или ты и недоделанный так вот высокомерие это как раз ну она создает ощущение недоделанности понятно дальше и это является причиной лошонара потому что человек высокомерный он будет других тех кто он думает они ниже его он будет их унижать те кто он думает они выше его он будет их искать в них недостатки тоже унижает а если он не найдет реальных недостатков он придумает дальше тридцать второй пункт что еще является корнем лошонара злая зыча гнев дурные наклонности могут заставить даже достойного человека злословить гнев когда человек зол для него нет ограничений он будет утверждать что все что он говорит о своих недругах разрешено и и что преследовать их заповедь значит гнев это вообще страшная вещь это яд то есть ученые установили что в момент когда человек гневается у него прямо внутри выделяется яд который отравляет его значит отравляет его нервную систему тела или как возникает гнев гнев это опять же очень простая схема возникновения гнева человек у каждого человека есть свое представление зафиксированы о том как должно быть в мире в окружающем то есть должно быть вот так да например я приведу пример вот есть люди очень гневаются когда кто-то опаздывает и они вот почему-то они уверены что должны все должны приходить вовремя точка если человек не приходит вовремя он этим обижает оскорбляет унижает там что они себе напридумывают чем ты сильнее ужесточишь слова определяющие строгость проступка опоздавшего человека тем больше будет гнев все после этого когда человек расставил себе капкан такое да что опаздывать это страшно это как капкан но только капкан кому и другим людям и себе дальше кто-то опоздал он нарушил его правила и в этот момент человек который не понимает страшные последствия гнева он внутри у него прорывает шлюзы и о такой как ты мог как он мог как и начинает он орать и дальше слово за слово и он значит добавил что тот вообще ему верить нельзя и он его там убивают уничтожают и все вот это как бы простая схема гнева и когда человек понаставил вот этих своих правил то как должно быть то окружающие люди естественно эти правила нарушают что дает человеку внутренне ли ледитимацию на проявление его гнева как ты мог нарушить мои правила и дальше пошло поехало он начинает говорить на шонара теперь гнев сам по себе про гнев тора говорит что тот кто гневается в сердце как будто бы служит и да как будто бы служит и да теперь это очень глубокая мысль каким идолом он служит то есть он гневается что кто-то опоздал каким идолом он служит он служит идолу который называется его человек в этом мире почему-то он думает что все должно быть как он хочет и это это его эго то есть он себе выдумал какую-то модельку такую до мира и он говорит все это мой мир я здесь хозяин и если другие люди нарушают мои правила или такой же человек он и на бога может гневаться потому что когда например идет дождь а он хочет солнца так это не люди он гневается на всевышнего всевышнему погоду такую сделал то есть я который принимает он говорит я в этом мире гость я в этом мире в гости который получил подарок от всевышнего пройти жизненный путь посмотреть я на экскурсии да можно так думать что человек в этом мире он на экскурсии такая длинная у кого-то длинная экскурсия у кого-то они длинная то есть душа заходит в это тело в такой биоскафандр получает в подарок биоскафандр кому-то больше повезло кому-то меньше повезло непонятно потому что есть которым вроде бы не повезло как был вот этот хопкинс или как вызвали ученые которые у него скафандр сломался он пока у него скафандр сломался он на кресле каталки вообще говорить не может всемирно известный успел два раза жениться детей нарожал на этом кресле каталки книжек на понаписывал да то есть вроде скафандр поломанный а вроде там у него других других он получил бонусов знаете или не кучич например да родился рук ног нет а он всемирно известный спитер ему за выступление за час платят 100 тысяч долларов у него жена четверо детей написал четыре книги вообще уникальный человек которого ну вот большинство тех кого я знаю они когда увидят они просто в восхищении в таком что просто вау то есть он получил он не получил руки и ноги в комплекте когда родился но он получил целый набор других бонусов да теперь значит это один подход к жизни другой подход жизни когда человек приходит и говорит мне не додали мне вообще знаете как один нашел бумажник открывает говорит не хватает вообще ну что это за дела такие он же нашел его а ему не хватает вот это мы сейчас поговорили про гнев значит тот кто высокомерный тот кто гневается это открываются сразу шлюз шлюзы шлюзы открываются злоязычие он тут же начинает обвинять других людей обвинять оскорблять унижать и потом по получает раздачу конкретно получает раздачу я не помню я вчера говорил про это или нет не помню но я скажу еще раз даже если говорил я услышал такую вещь вот говорит один там один еврей в синагодии говорит такие слова говорит все религиозные евреи обманщики с ними нельзя работать вот он говорит такую фразу при этом при людях значит и люди есть религиозные с мало религиозность есть только которые начинают и он говорит, у меня вообще вот просто, у меня не везет, не прет, ничего не получается, потому что меня религиозные обманывают, а с нерелигиозными у меня вообще не получается все. Теперь смотрите, что происходит. Человек говорит, что на раз злоязычие, мы это учили, он говорит злоязычие на группу людей. Он сам, может быть, взаимодействовал с одним человеком, который его, может быть, обманул. И этот человек был одет как религиозный. Один его обманул, второй его обманул. Но это же не все религиозные. Теперь, что он делает? Он обвиняет всех религиозных и говорит, с ними нельзя работать. Допустим, среди слушателей, которые его слушали, было пять человек, которые услышали его слова и решили не работать с религиозными людьми. То есть религиозные люди честные. Я религиозный человек, я считаю, что я даю зарабатывать многим людям. И тысячи людей довольны от работы со мной, получая от этого прибыль. Но теперь кто-то, услышав его, он с религиозным человеком решил не работать. С честным и просто потому, что поверил этой лошона раз, да, за чего. Получается, что вот этот вот неудачник, можно так сказать, да, который ему по каким-то причинам, он так выстроил отношения с каким-то человеком одетым как религиозный, что ему не повезло в этой ситуации. Может быть, ему не повезло, может быть, это расплата за какие-то предыдущие. Я даже не знаю, я же не должен верить, что его обманули, да, по его словам. Потому что, возможно, тот, с кем он работал, он сказал, он для меня работу не сделал, он вообще ни одни условия не выполнил, поэтому я ему не заплатил. Я же здесь не судья, поэтому мы не должны верить тому, что сказали, да. Но теперь, если сейчас он пять человек не стали работать с религиозными, и он лишил, получается, пять человек заработка своими словами. Все это мера за меру, цепочка замкнулась, откуда у него дальше деньги будут? То есть злоязычие – это яд, который просто уничтожает жизнь человека. И тот, кто попадает в сети злоязычия и начинает словами вредить и унижать другим людям, он потом сам же не избежит неприятностей от других людей. То есть нет варианта, что тот, кто говорит зло и сплетни на других, не пострадает. Пострадает это, ну верняк, это жизненный опыт доказывает, математика, физика, химия, там все доказывает, что человек, который оскорбляет других людей, не останется безнаказанным. Это факт. Поэтому, поэтому очень это страшно. Тридцать третий пункт. Значит, опасность споров. Получается, вот спорят люди. Спорят люди о какой-то, бывает спор начинается с какой-то простой-простой вещи, да. И после того, как спор начался, а у людей затрадивается эго, да, как меня. И особенно, знаете, как есть люди, которые спорят, один другому говорит. На самом деле, я сейчас тебе объясню. Сейчас я тебе объясню, как есть. Никто не знает, как есть. Есть сотни разных мнений по любому вопросу. И если бы это мнение было объективным, то тогда это было бы фактом. Но объективных мнений по определению не бывает. Потому что само по себе мнение показывает на субъективность. Есть мнение, есть мнение, есть мнение. Если это факт, то факт не надо доказывать. Факт это стопроцентная идентичность. Объективная реальность, с ней не поспоришь. Но если уже возникает спор, то по определению это обмен субъективными реальностями, В которых нет правых Оба могут быть правы Знаете, как известная история Когда к Каравину пришли двое спорящихся Один объясняет ему свою позицию Тот выслушал Говорит, ну ты прав, да Второй говорит, Рэбе, как это он прав Секундочку, объясняет ему свою позицию Он говорит ему, ну и ты прав вроде Ты тоже прав Сзади стоит его помощник Ему говорит, Рэбе Говорит, не может быть, чтобы один был прав И второй был прав, Рэбе говорит Ну и ты тоже прав Но по факту может Теперь сказал Говорит нам Рав Зелек Плистин От имени Хафицхайма, от имени Торы Не участвуйте в спорах Споры это страшная вещь, которая является Воротами К уязвленному эго Человек борется не за истину Человек борется за то, чтобы сохранить лицо И доказать, что он умнее Второе Спор является причиной Когда уже затронули друг друга Дальше идет гнев Который выражается Любыми путями доказать Или оскорбить второго И все это мы Значит вернемся к первому пункту Все это следствие высокомерия Когда человек считает, что его мера Его мнение Его правота Его право устанавливать другим рамки Важнее, чем право другого И в итоге люди конфликтуют Друг с другом Иногда в конфликт Втягиваются целые семьи Потом целые страны Потом люди проводят свою жизнь Убивая, уничтожая друг друга Вместо того, чтобы благодарить Радоваться Получать удовольствие Давать друг другу подарки Делать друг другу приятные вещи А чем тогда заниматься? Служить Всевышнему То есть есть объективная реальность Это божественные заповеди Добро, зло К сожалению, мы сегодня не успели Разобрать именно заповедь Повелевающая Повелевающая заповедь Почитать отца и мать Вот как раз сегодня После того, как мы разобрались Что нельзя брать обеты И если взял обеты Нужно их выполнять А если ты видишь, что ты не можешь выполнять Ты должен снять обет или клятву Дальше мы пришли к тому Что есть, оказывается, заповедь Почитать отца и мать И мы подробно ее разберем С Божьей помощью завтра Потому что завтра мы Я тогда возьму меньше Пролошу нора Сегодня была очень важная Я считаю Информация для нас полезная Завтра мы возьмем заповедь Почитать отца и мать И узнаем, что Тора говорит Как конкретно надо это делать Потому что плоское взаимоотношение С родителями Она очень такая Знаете, как Есть уровни игры Если человек в этом мире зашел Чтобы пройти жизненный путь Правильно То вот этот вот Как в игре, знаете Раздел Отношения с родителями Он С одной стороны Он дает Очень много бонусов И бенефитов В Торе есть всего лишь Две заповеди За которые Бог сказал Что если ты их выполняешь Продлятся дни твои И дни детей твоих То есть заповедь Почитать отца и мать Она очень Такая Емкая В награде И в духовности И в материальности Теперь Но там же есть Очень много Минных полей Потому что Очень Бывает Родители же как раз Заставляют детей Делать то Что дети делать не хотят А тут возникает Гордыня Как-то ты меня заставляешь Тут возникает Гнев Раздражение Как-то ты мне указываешь Что мне делать То есть Это как раз Споры возникают Это как раз Очень Ну то есть Это заповедь Для профессионала Но мы все должны знать Как там себя вести Поэтому с Божьей помощью Завтрашнего дня Начнем ее подробно изучать Все Всем прекрасного Прекрасного дня Хорошего дня Хотел какую-то шутку Рассказать Напоследок Про Мы учили Про гнев Про споры Про То что Кровина приходит Но шутка не всплывает Она у меня так Вы знаете Бывает Как вертелось Вертелось В голове Я думаю Сейчас скажу шутку Чтобы было Понятнее Опасность споров Опасность споров Ну Нету шутки Все Давайте До завтра Завтра подготовлю шутку Все Всем удачи Успехов Прекрасного дня